привет друзья опять на том же месте правда сегодня потеплело вот днем обещали ноль а вон уже ручеек бежит значит уже ноль позади а сегодня еще рано 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 только 15 марта рано-рано были мои практики случаи были однажды мне рассказывала очень авторитетный садовод вот по фамилии забыл она сказала что у нее в мае было минус 17 мне стало жутко но это был еще до 84 года когда я сюда приехал вот но все равно жутко один год такой может уничтожить урожай еще и прихватить собой много много деревьев вот самая главная беда во всех регионах россии это деревья которые хотят вырастить растят они изначально обречены на смерть вот я сегодня не буду говорить про техническую сторону про агротехнику это очень важно но если деревья в этой местности никогда не жили это очень опасно я воюю с десятком своих людей которые называют меня другом не обижаются которые называют меня учителем которые называют меня наставником поздравляют даже с днем учителя каждый год меня самопровозглашенного садовода и вот я всегда говорю рассчитывайте на худший вариант то есть садите садите а у нас земли мало я садитесь как эти помидоры а вы знаете как садят помидоры где-то метр на метр ой все равно земли мало я садите туда как морковку и не думайте ни о чем леса заражены сибирками дикими яблонями терном дикими грушами я сам все находил в окрестностях это я в сибири ваш европейской это россии без всяких этих самых потерь денег только надо искать начинается проблема а я не отключу тополя от груши вот и несколько моих случаев действительно проблема такая есть значит первая проблема возникла в моем саду я нанимал тех кто тяпал мой питомник самому не хватало сил работал еще на заводе и смотрю аккуратно все протяпано вот у меня долгое время не приглядываясь потом смотрю метровые груши а между ними растут метровые тополя вот они тополя видите вот прям перед вами это значит что все вокруг заражено миллионами семян тополя и давая приглядывается тополь и груша так похожи друг другу однажды был случай приехал ко мне это самый и всех моих гостей самый крутой это был заместитель чубайса вот у него дочка в ленинграде он здесь какое-то время пожил вот занимается энергетикой он некоторые тут пожил успел у меня заказать я специально для него в горшках вырастил саженцы он научиться не стал их отправил саженцы вырастил горшки подъехал этот как называется в общем грузовая машина даже правда с этим с крыши конечно не было погрузили саженцы в горшках и поехала в питер больше я его не видел и больше его не слышал и чем дело кончилось в этом питере если человек посадил как обычно помните закопайте поглубже корни дадут лишнее вот чем заказится вы уже знаете вот и вот этот товарищ почему не вспомнил потому что он мне сказал волшебную фразу когда приехал ко мне знакомиться вот еще раз говорю весна заказ осень саженцы готовы вот то есть это продолжалось встреч было несколько вот его горькая правда вот он успел здесь пожил недолго где-то может полтора-два года занимался еще энергетикой я специально не говорю так чтобы даже должность правильно не говорю ну как неудобно крутейший мужик в своей области супер специалист он успел купить здесь коттедж и посадить сад а приехал ко мне прожил здесь немножко и сказал мне продали первое вербу я запомнил три слова второе это тополь и третье сейчас скажу черемуха да вот а самое интересное что у меня даже прошлого летом не у меня у сергея питомники росла черемуха да тоже это самое он же на кране будет он один из лучших садоводов россии сидит на кране и значит двигает вперед металлургию вот а в это время кто-то тяпает питомник и увидя черемуху даже не думал ее вырубить потому что ну откуда ему знать что это черемуха или какая-нибудь экзотическое растение что сергея растет вот то есть я нисколько не удивился что этому заместителю чубайса не заместителю чубайса который тогда был главный энергетик страны не умудрились обмануть вот я даже допускаю что они себя обманули но растет себе там значит я у меня есть фотография я показывал несколько раз это была последняя попытка местных торговать потому что их выжили эти самые узбеки крымчане есть так и называют в Абакане узбекская мафия вот никто им не мешает вполне безобидные люди только что язык подвешен лапша у них заготовлены мешками вот и все кто у них покупают уходят с рынка у них на ушах висит лапша вот это это есть так а как тут получилось однажды я познакомился с бабушкой на рынке я фотографии вряд ли сейчас найду я у меня их тысячи тысячи есть по темам но это было не по темам это надо как-то выделить фотографии назвать рыночные собрать одну папку мне нет времени мне нет сил мне никто за эту работу не платит за то что я пытаюсь разумеющую страну здесь получилось так подхожу у нее в коробке а а может найду фотографии если найду она тут будет прямо вот в эту минуту будет высвититься посмотрим вдруг найду вот и у нее в коробке стоят саженцы а ну я же не слепой дико усуревская груша это же феномен это же кто понимает в этом да стоит сибирка ранетка но видно что как это самое как бы оккультуренная ранетка то есть ну что-то средняя или дича шеронетка вот еще там стояла слива какая-то я таки слива беспородная что-то вырастет все равно что-то будет так и еще что-то колючая колючая короче там были только эти я говорю бабушки бабушка где вы взяли эти саженцы я выкопал в саду этот откуда этот из под груши этот откуда этот из под яблони а это откуда из под слива а это вообще я понял возле забора что-то росло вот я говорю бабушка вас же люди купят а это все несъедомное вы знаете бабушка не растерялась я говорю это они увидят что там дикари растут вот на ней я не пугал не говорю что бога не боитесь что мне просто интересно было вот никто ничего не покупал то время уже засели был импорта ее ответ меня поразил она сказала ничего потом привьют то есть она достаточно грамотная бабушка и я ушел на осталось продавать дальше эти дикари вот такой пример привел пример с этим зам чебайса вот такой пример своего сада пример вот нет я до что-то вырастет несъедобное причем не спрашивает согласие и растет быстро обгоняет культурное вот этот момент вот ну естественно что спрашивает меня будет ли вкусное свежий пример человек прислал деньги и у него на 90 процентов заказ состоял из семян яблони это случилось вчера и сегодня рано утром посылка была отправлена я заодно вспомнил меня редко покупать семена яблони я достал заранее что помощница долго не искала и как на память значит колновидный баргузин семена несколько десятков оказывается у меня есть оказывается ну естественно что яблоня сибирка яблони сибирка культурная ранетка культурная да правда гарантии нет что повторит качество на ранетку у меня знаете отборная само дерево потом значит этот самый голден дали 6 потом смесь зимних яблок седьмой палец значит этот вот так сейчас скажу памяти у меня нет еще три пальца нет два загнуть пальца осталось еще два пальца ага мелба да еще один ладно прощаюсь и свой сам себе но мелба я вовремя вспомнил это чудо и вот когда была посылка уже отправлена она отправлена была в десять утра в 11 часов он смотрит мои эти фильмы увидит но я уверен обижаться не будет ну какая обида константинович и вот мне то ли он сказал письмо пришло от очень авторитетной женщины то ли она рядом была с ним говорила что у с ума сошел ведь они же не повторяют материнское качество эти яблони и он меня спрашивает а мои примеры какие а я же его не убеждал покупать не яблони это был его выбор вот вот все что я перечислил девять пальцев по 30 штук каждого это 9 то есть 270 семян вышел целый сад вот а борис иосиф боднар его первый шаг самый гениальный потому что и персики и груши и сливы и и на персики потом мыши сели и главное его достижение черешни почему я считаю что он гений вот и и и и еще что то яблони он вырастил из семян а семечки где брал магазине потому что время со собранием было хорошо и куда откуда они к нам поступали они к нам поступали а болгария б средняя азия и лучшим самое близко это кубань все а и у нас сибирь но у него микроклимат и у него 35 бывали редкие губни даже не каждый год минус 35 всяком случае если добавить что у него золотые руки что он не калечил деревья как у нас принято справиться калечу а потом маритару инвалида буду ждать урожай ахать охать что и яблоки груши покрыты паршой вот это уже все потом ну как раз ну гений он гений откуда у него парша сами подумал вот ну и получилось что человека разрывается душа потом я могу ошибиться я разговаривал то ли с ним то ли тут же был следующий звонок вы знаете какая у меня переписка и перезвонка если брать губ в месяц да не привлечит от одной до двух тысяч включая письма от одной до двух тысяч я уже прикидал вот это моя проклятие это моя гордость ведь мне же первое всегда девяти случаях из десяти нет ни заказа нет можно с вами посоветоваться я очень стараюсь быть объективным никого не отговариваю